Приветствую вас. Давайте мы начнём с вами, значит, разбираться с вашим текстом, да. Значит, первое. Первый и самый важный момент заключается в том, что вы, если не хотите быть в отношениях, да, то, в принципе, быть в них как бы и не должны, на самом деле. То есть, если не хочется быть в отношениях, то и не нужно в них находиться в таком случае. Потому что, ну, если вы не хотите, то это абсолютно нормально. Ничего страшного нет в том, что вы не хотите в этих самых отношениях быть. Вот. По факту. Поэтому я думаю, что будет здорово, будет здорово, если вы всё-таки определите для себя, зачем отношения, собственно говоря, вам. Для чего они вам, вот. С какой, ну, с целью вы пытаетесь эти отношения, собственно говоря, построить, да. Вот. Вот. Значит, дальше, дальше. Следующий момент. Следующий важный момент, если мы говорим об отношениях, да, то страх, если вы боитесь, да, если вы боитесь, то страх – это всегда сигнал. Это всегда сигнал. Это всегда сигнал. Сигнал о чем-то. Сигнал о чем-то. Сигнал о том, что в чем-то вы видите опасность. В чем именно вы видите опасность – вопрос, конечно, интересный. Ну, потому что, собственно, именно от того, в чем вы видите опасность, и зависят рекомендации, да, именно от того, в чем для вас опасность, да. И можно будет вам давать какие-то рекомендации, да, давать какие-то, значит, направления работы в дальнейшем. Вот. Значит, побаривать страх не нужно на самом деле. Вот. Побаривать страх – побаривать страх не нужно. Если вы боитесь чего-то, то это нужно просто раскрыть. Просто раскройте то, чего вы боитесь. То есть, то есть, позвольте чувству, да, позвольте чувству быть с вами. Позвольте чувству быть. Позвольте чувству находиться. Позвольте чувству захватить вас целиком. Вот. И тогда вы увидите, чего именно вы боитесь. Потому что ведь в чем-то же вы увидите опасность. Вот. Может быть, эта опасность связана с тем, что вы, например, ну, допустим, допустим, может быть, вы чувствуете себя несвободной. И вот, подсознательно зная, что нужно, значит, ну, что нужно как-то реализовываться, да, подсознательно зная, что нужно вступать в отношения, вы испытываете от этого какую-то, ну, неприязнь какую-то, да, или что-то ещё. Вот. И чувствуя себя несвободной, вы при этом сами отношения не воспринимаете. Ну, как вот таковы это, собственно. Это, собственно, один момент, да, один из моментов. Следующий важный аспект, который обязательно нужно, на котором, точнее, обязательно нужно заострить внимание, это этот аспект касается того, значит, как вы строите отношения с мужчинами конкретно. То есть, что за парень, да, что у вас с этим парнем общего, грубо говоря, что вас объединяет, как вы знакомитесь, с чем вы, собственно, занимаетесь, ну, я имею ввиду, что вас общего, что вас объединяет, да, вот. Потому что, если вас ничего не объединяет, допустим, то отношения построить, конечно, будет сложно. Это, безусловно, было бы очень странно, если бы, если бы вас ничего не объединял, а вы бы смогли выстроить отношения. То есть, мне кажется, что в данном случае это было бы вообще, ну, скорее исключением исправа, да, чем реальности в какой-то, вот. Поэтому учтите, пожалуйста, данный момент, вот, и не исключайте его. Соответственно, страх имеет место быть именно из детства, из опыта, то есть он родом из детства, родом, он из опыта, значит, что-то, что-то в вашей жизни, вот, значит, спровоцировало то, что вы боитесь, вот, то, что вы переживаете, то, что вы, значит, ну, то, что вы опасаетесь, и очень важно найти то, чего именно вы опасаетесь, да. Дальше. По поводу одиночества, да, по поводу того, что вам комфортно одной. Соответственно, кто сказал, что, кто сказал, что, значит, значит, ну, что это ненормально? Кто сказал? Ну, просто вот подумайте. Откуда у вас информация, что это ненормально быть одной, если вам комфортно? Что я вижу здесь? Я вижу, что вы, вероятно, вероятнее всего, вы, значит, зависимы от мнения других, обмене людей, которые вас окружают, вот. Конечно, я могу ошибаться, но мне думается, что так, вот. То есть вы к кому прислушиваетесь, когда выстраиваете отношения? Вы прислушиваетесь к себе или вы прислушиваетесь к мнению других людей? Что будет, если вы станете, значит, что именно будет, если вы перестанете ориентироваться на мнения других людей? И будете ориентироваться на себя? Ну и последнее, это то, что страх, если он у вас есть, его перебарывать не нужно. Именно страх. Не нужно перебарывать страх, если он есть. Его нужно наоборот раскрыть. То есть, позвольте ему течь через вас. Позвольте себе чувствовать его, чувствовать страх. И тогда вы увидите, что за ним кроется, что за ним стоит. И это поможет вам понять, что именно требуется подкорректировать. Вот. Значит, смотрите. К подходу, значит, к подходу к работе со страком нужно быть очень деликатным. Потому что легко здесь человеку навредить. Да? Вот. Так что, осторожно нужно пообщаться с вами. Посмотреть. К какому именно виду воздействия терапии вы наиболее восприимчивы и, собственно, в этом направлении с вами и работают. Вот. Так это мне представляется вот исходя из того, что вы написали. То есть, я могу вам порекомендовать только работать с психологом, потому что подобный страх, он, ну, вы, вы живете с ним какое-то время. Вот. Вы вполне вероятно привыкли к нему. Что в общем и целом нормально вполне. И, соответственно, выходить из этого состояния. Скорее всего вы будете с большим трудом. Ну, потому что тяжело, тяжело. Тяжело будет вам выходить из привычной зоны комфорта. Вот. Одно это делать. Страшно. Больно. Вот. Но психологам это будет легче. Вот. Это и личные границы. Это и самооценка. Это и модель женского вашего поведения. Это и формирование того, значит, что вы хотите от мужчины. И того, что вы ему можете дать. То есть, все вот это вот нуждается в рассмотрении, анализе и корректировании. Вот. Поэтому рекомендую вам выбрать себе эксперта и начать, собственно, работать уже непосредственно с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.